Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем цикл программ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы работаем на радио «Монте-Карло». Это программа «Тема дня» в студии Ирина Чекунова. Сегодня мой собеседник, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Власов. Павел Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. Сегодня наша программа посвящена профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Дети и подростки получают травмы на дорогах по разным причинам. И порой виноваты, конечно, они сами, но часто виновниками аварий становятся взрослые. Давайте разберём подробнее, какие бывают случаи, какие наиболее часто встречаются ДТП на дорогах. Ну, во-первых, наверное, давайте начнём традиционно со статистики. К сожалению, у нас на территории нашего региона в 23-м году, ну, в прошедшем году и в начале этого года, тенденция сложилась, что касается детского дорожно-транспортного травматизма, не совсем позитивная. То есть у нас, получается, в предыдущие, наверное, 5-7 лет, вот до 2023 года, да, роста детского травматизма на территории региона не наблюдалось. Вот с 23-го года почему-то вот эта тенденция вошла в негативную плоскость, да, и что в 23-м году ситуация с детским травматизмом была, я бы сказал, критической, да, что в начале этого года тоже пока выровнять ситуацию не удаётся. А в связи с чем такое? Ну, можно предположить, что, естественно, есть объективные причины, да, потому что люди больше стали передвигаться автотранспортом, больше стали заниматься автотуризмом, естественно, путешествуют целыми семьями. Первое. Второе. Не устаю говорить, что наш регион всё-таки, он, во-первых, а, транзитный, б, он всё-таки курортно-привлекательный. И все соседние регионы, в том числе крупные Москва и Санкт-Петербург, тоже едут к нам в регион, и, соответственно, из-за увеличения трафика, соответственно, и увеличивается количество ДТП, а если увеличится количество ДТП, то и увеличится количество ДТП с участием детей. Собственно, причина, наверное, вот эти. Но с ними же нужно бороться, мы же понимаем все, да, и, как мы уже говорили, у нас на ДТП влияет три фактора основных. Это человеческий фактор, условия дороги и окружающей среды, и третий фактор – состояние транспортного средства. Если так чуть поглубже взглянуть на этот вопрос, то, смотрите, мы, например, в идеальные условия можем привести транспортное средство, ну, хотя бы в теорию, да, то есть безопасность дорог тоже, наверное, можно вывести на 100%. Дороги приводятся в норму за последние годы. Окружающая среда, да, она будет всегда оказывать влияние, но, допустим, это будет минимальное влияние. Что делать с человеческим фактором? Это вот основной фактор, который влияет на совершение ДТП. Да, тот самый пресловутый человеческий фактор. Причём, смотрите же, он сам момент ДТП, он скоротечен. И вот это влияние человеческого фактора, наверное, больше всего отражается на адекватности принятого решения вот в ситуации. Вот и всё. А у людей, ну, даже если не говорить об опыте вождения, да, в принципе, у всех разная реакция на экстремальные ситуации. Поэтому цель какая – не доводить до экстремальных ситуаций. Особенно, когда мы перевозим целую семью и семью с детьми. Ну, это уже в руках самого водителя, в руках участников дорожного движения. Не доводить. Это да. Ну, надо, чтобы субъекты деятельности тоже, например, уровень правосознания мы должны с вами повышать, и общество, и водители в том числе. Я вот в этой связи хочу привести пример ДТП, такой был в том году, в конце того года. Такое резонансное ДТП произошло на одной из крупных наших магистральных трасс, в котором погибла целая семья, в том числе два ребёнка. Не будем, да, кто виноват, кто прав, но вот если отмотать сам момент перед ДТП назад, то есть мы анализировали, ДТП произошло в тёмное время суток на дороге, которая в целом аварийная. Да, у нас М-9 все знают про эту трассу, которую на Москва-Риге, да? Знают, что она аварийная, что на ней часто происходит ДТП. При этом человек, который вез в семью, он в тёмное время суток на не очень хорошо просматриваемые участки стал совершать обгон, что, собственно, и привело к ДТП. То есть, ну, вот для чего это нужно было делать? Если бы у участка был уровень правосознания, никого не обвиняю, просто говорю о ситуации. Другой уровень правосознания, наверное, вряд ли бы он стал бы такие манёвры совершать, переводя свою семью, да и даже, в принципе, передвигаясь на автомобиль. Вот просто такой простой пример. И в основном всё, что происходит на дороге, происходит именно так. Мы уже говорили, что максимальное количество детей страдает в качестве пассажиров, да? То есть это... Да, мы уже говорим не первый год, а 20. В прошлом году, в начале года, эта цифра доходила до практически 90%, потом в конце года, как ежегодно это происходит, в районе 50%. Причём вина водителя, вот если происходит ДТП с ребёнком, вина водителя, который ребёнка перевозил, не всегда есть, ну, редко крайне присутствует, где-то порядка где-то 30% ДТП. То есть есть, конечно, да, варианты, когда и ребёнок перевозился с нарушениями, и когда сам водитель нарушал правила дорожного движения. Даже бывали случаи, мы рассказывали, по-моему, когда нетрезвый родитель перевозил своего ребёнка, к сожалению. Но всё же в большинстве случаев вот эти вот ДТП, это более 50% ДТП, когда участники не нарушали сами правила дорожного движения, они просто стали вторыми участниками, поэтому у ребёнка перевозимый пострадал. Опять же, надо здесь купировать риски. То есть везём ребёнка, значит, ну, надо понимать, что мы же на дороге не одни, да, и может произойти всё, что угодно. Поэтому надо давать себе какой-то зазор и по времени, и по безопасному пространству. Все видели, на автомобилях сейчас все приклеивают наклейки «Осторожно, в машине, ребёнок». Ну, они разного вида, имеют пиктограммы, да. Это правильно. То есть мы предупреждаем других участников о том, что у нас в машине ребёнок. Но нам ещё надо самим-то не забывать, что мы тоже ребёнка перевозим. То есть, в принципе, вот эти вот составляющие, если соблюсти, то мы риск сведём к минимуму, по моему мнению. Так называемые детские удерживающие устройства. Насколько эффективно они работают, и стали ли они приживаться у наших автомобилистов? Вы знаете, ну, вот даже, пример простой приведу, такси даже сейчас приезжают, и обязательно с детскими устройствами, потому что, ну, предполагают, что могут перевозить ребёнка. Это уже, ну, большой шаг вперёд. И, в принципе, если говорить о статистике, то правильно установленное устройство детского автомобиля, оно снижает риск травмирования в результате такой на 60%. То есть, ну, всё-таки это серьёзная цифра. Ну, тут существенный вклад внесли сотрудники ГИБДД, которые вы же постоянно выходите в профилактический рейд. Последние 10 лет, как минимум, постоянно проверяете, и что-то вот вбилось буквально в сознание. Понимаете, тоже, если промониторить эту систему нашу в обществе, право сознания, то мы видим, что количество ДТП с участием детей, когда вот их неправильно перевозили, оно возрастает с возрастом ребёнка. То есть, пока, ну, другими словами, пока ребёнок маленький, родители помнят, что у него ребёнок в автомобиле, они ставят в детское удерживающее устройство, правильно его останавливают, соблюдают. Чем становится старше ребёнок, процесс привыкания происходит больше. И даже, ну, все мы, наверное, если едем по дорогах, видим, что дети некоторые даже возрастом от 10, там, может, 9 лет могут в автомобиле быть на заднем сидении. Да, это уже как взрослый. Прыгать не пристёгнуть, ну, то есть, ну, это опасно, просто опасно. Надо приучить ребёнка с детства пристёгиваться в автомобиле. Сейчас мы прервёмся на небольшую рекламу. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. В студии Ирины Чекунова. В гостях у меня заместитель начальника отдела управления ГИБДД МВД России по Тверской области Павел Анатольевич Власов. Сегодня говорим о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Павел Анатольевич, мы в первой части программы говорили, когда страдают дети, когда они едут в транспортных средствах в качестве пассажиров. Но есть ещё дети-пешеходы, да, которые выбегают на дорогу. Сейчас это очень актуально. Начинаются школьные летние каникулы. И наверняка это тоже будет, что называется, на злобу дня. Ну да, смотрите. Если говорить о детях-пешеходах, то да, действительно, ну их тоже можно разложить на две категории. То есть те, которые вдруг стали участниками ДТП, но при этом не виноваты. Ну как? Ребёнка вообще, в принципе, обвинять нельзя, наверное, да? То есть, допустим, по собственной неосторожности стал ребёнок участником ДТП. А второй вариант – это когда, значит, был виноват водитель. И, например, если говорить о времени, когда идёт учебный год, когда ребёнок более занят, то более усматриваются варианты ДТП, когда вина водителя. Ну это тоже, опять же, всё закономерно, потому что такая ситуация на дороге. Мы все видим, что у нас сейчас стали все водители ехать, управляя автомобилем. И мы в это время пользуемся гаджетами. В соцсетях сидят там, может быть, или в телефоне. То есть, какая разница, кто переходит по пешеходному переходу. Взрослый ребёнок, он ни того не увидит, ни другого. То есть, собственно, к этому и приводят все ДТП. Особенно это касается нерегулируемых пешеходных переходов. Понятно, где есть светофор, там риск сводится к минимуму. Вот это в основном ДТП происходит с наездами, связанные на детей, именно на нерегулируемых пешеходных переходах. Хотя бы мая этого года, он уже показал, сколько было наездов. Да. Причём, ребёнок-то делал, по сути, всё правильно. Просто водитель не вёл себя неадекватно, скажем. Второй вариант – это когда сейчас дети у нас выйдут на каникулы, и многие уедут за город или в мелкие населённые пункты. Тут начинает такой термин действовать, как ложная безопасность. То есть, родители, либо кто присматривает за детьми, думают, что раз это мы находимся в маленьком населённом пункте, то у нас здесь движение небольшое, ребёнок, можно его отпустить одного, он там побегет. Это всё не так, уже сейчас всё поменялось, поэтому даже в маленькой деревне транспорт стал гораздо больше. То же самое касается использования детьми на отдыхе велосипедов, мопедов и так далее. То есть надо... Ну, понятно, что велосипед – это такое развлечение для всех возрастов, поэтому дети могут кататься, и это правильно, да. Я бы хотел застрить внимание на всё-таки на мототехнике. То есть есть вот просто прям табу. То есть у нас на мотоцикл нельзя садиться без водительского удострения, либо на мопед. А водительского удострения у нас можно получить минимальной категории ТМ, мопед, да, с 16 лет. Поэтому до этого возраста детям даже не нужно прилагать эти средства передвижения, потому что они до июля будут нарушать правила дорожного движения и родители, ну, при попустительстве родителей, или при молчаливом согласии. То есть надо задуматься над этим и понимать, что это всё-таки опасно. И последствия очень тяжёлые. Конечно, конечно, да. И мы с этим сталкиваемся каждый год на рост вот этой именно аварийности, с мототехникой, именно с участием детей, именно вот в муниципальных образованиях, за пределами областного центра, потому что дети выезжают на отдых. И, как правило, там бабушка растаяла, купила мопед, велосипед. И вот, значит, происходят вот такие ситуации. Тоже у нас примеры были очень страшные, все мы помним. А Павел Анатольевич, а вы сказали о вине водителя, который отвлёкся на какой-то гаджет, управляя автомобилем. Тут законом предусмотрено наказание, какое-то ответственность этого человека. Чего? Это можно делать или этого нельзя делать? Ну, смотрите, парадоксальная ситуация у нас. За пользование телефоном... Ну, нельзя пользоваться телефоном, это прописано в правилах дорожного движения. А то, что касаемо использования гаджета, ну, по сути, ну... Это тоже самая разница какая. Он же его не прикладывает к уху, он просто сидит и отвлекается, наверное, ещё больше от управления. Ну, здесь надо работать, конечно, на законодательном уровне, скорее всего. Ну, я бы даже сказал, что даже повышать уровень правосознания, как мы вам с вами говорим. Если человек будет понимать, что всё-таки дорога, она ошибок не прощает, банальная фраза, но тем не менее, ну, тогда он не будет пользоваться гаджетом во время движения. Пресловутые, второй раз произношу это слово, средства индивидуальной мобильности. По-прежнему это актуально, всё сошёл снег, стало тепло и поехали. Конечно же, мы все видим. Во-первых, этих агрегаторов становится всё больше на территории нашего региона, да, соответственно, больше и... Ну, это мы говорим про электросамокаты, что в основном это самое популярное средство, особенно которое дают его аренду. В основном арендой пользуются подростки, либо, ну, в основном подростки, да, которые даже там вот мы видим передвигаются по двое, что тоже неправильно. И, собственно, все вот эти ДТП, которые происходят со средствами индивидуальной мобильности, они происходят по классической схеме, когда они выезжают на пешеходный переход, не спешиваясь. Ну, тут, опять же, давайте мы не будем говорить про вину, кто кого не заметил, да, но мы начнём с того, что при переходе, проезжаясь по пешеходному переходу, нужно спешиваться. Спешиваться здесь, едешь ли ты на самокате, едешь ли ты на велосипеде? Да, да. Обязательно. Схема простая, потому что скорость пешехода и скорость средств мобильности, они несоизмеримы. И то есть это зависит от времени реакции водителя. Вот и всё, всё просто. И все ДТП, большинство ДТП происходит именно вот... Вот механизм совершения именно такой. И, опять же, второй момент. Если говорить о инфраструктуре, да, это немаловажно. Ну, понятно, что если будут эти велодорожки, по которым будут передвигаться самокаты, это будет более безопасно. Мы же понимаем, что это делается не быстро, да, в этом направлении делаются шаги администрации и в целом на федеральном уровне. Ну, пока имеем то, что имеем. Поэтому надо как-то адаптироваться к тем условиям, которые есть. Павел Анатольевич, мы говорили, когда страдают дети, когда они едут в транспортных средствах в качестве пассажиров, но есть еще дети-пешеходы, да, которые выбегают на дорогу. Сейчас это очень актуально. Начинаются школьные летние каникулы. И наверняка это тоже будет, что называется, на злобу дню. Ну, да, смотрите. Если говорить о детях-пешеходах, то да, действительно, ну, их тоже можно разложить на две категории. То есть те, которые вдруг стали участниками ДТП, но при этом не виноваты. Ну, как? Ребенка вообще, в принципе, обвинять нельзя, наверное, да? То есть, допустим, по собственной неосторожности стал ребенок участником ДТП. А второй вариант – это когда, значит, был виноват водитель, да? И, например, если говорить о времени, когда идет учебный год, когда ребенок более занят, то более усматриваются варианты ДТП, когда вина водителя. Ну, это тоже, опять же, все закономерно, потому что такая ситуация на дороге. Мы все видим, что у нас часто стали все водители ехать. Управляя автомобилем, мы в это время пользуемся гаджетами. В соцсетях сидят там, может быть, или в телефоне разговаривают. То есть, какая разница, кто переходит по пешеходному переходу, взрослый ребенок, он ни того не увидит, ни другого. То есть, собственно, вот к этому и приводит все ДТП. Вот особенно это касается нерегулируемых пешеходных переходов. Понятно, где есть светофор, там это риск сходится к минимуму. Вот это в основном ДТП происходит с наездами, связанными на детей, именно на нерегулируемых пешеходных переходах. Вот хотя бы май этого года, вот он уже показал, да, сколько было наездов. Да, причем, ну, ребенок-то делал, по сути, все правильно, да, просто водитель не вел себя неадекватно, скажем. Второй вариант, это когда сейчас дети у нас выйдут на каникулы, да, и многие уедут за город, да, или в мелкие населенные пункты. Тут начинает такой термин действовать, как ложная безопасность. То есть, ну, родители, либо кто присматривает за детьми, думают, что раз это мы находимся в маленьком населенном пункте, то у нас здесь, ну, движение небольшое, ребенок, можно его отпустить одного, он там побегает. Это все не так, уже сейчас все поменялось, поэтому даже в маленькой деревне транспорт стало гораздо больше. То же самое касается использования детьми на отдыхе велосипедов, мопедов и так далее. То есть надо, ну, понятно, что велосипед – это такое развлечение для всех возрастов, поэтому дети могут кататься. На все времена. И это правильно, да. Я бы хотел застрелить внимание на все-таки на мототехнике. То есть есть вот просто прям табу. То есть у нас на мотоцикл нельзя садиться без водительского удострения, либо на мопед. А водительского удостоверения у нас можно получить минимальную категорию ТМ, мопед, да, с 16 лет. Поэтому до этого возраста детям даже не нужно предлагать эти средства передвижения, потому что они до юра будут нарушать правила дорожного движения родителей, ну, при попутительстве родителей или при молчаливом согласии. То есть надо задуматься над этим и понимать, что это все-таки опасно. И последствия очень тяжелые смогут быть. Конечно, конечно, да. И мы с этим сталкиваемся каждый год на рост вот этой именно аварийности с мототехникой, именно с участием детей именно вот в муниципальных образованиях, за пределами областного центра, потому что дети выезжают на отдых. И, как правило, там бабушка растаяла, купила мопед-велосипед. Ну, ты обед на молочку. Да, и вот, значит, происходят вот такие ситуации. Тоже у нас примеры были очень страшные. Все мы помним. Что мы можем посоветовать родителям относительно того? Я понимаю, что, мягко говоря, не каждый подросток скажет, что он будет пользоваться этим электросамокатом или что. Что здесь могут делать родители? Напоминать, рассказывать, что-то показывать. Как быть? Ну, во-первых, смотрите, у нас же любая работа с детьми, воспитание детей, это такое, она имеет отложенный эффект, как говорят давственные педагоги, что ребенка надо с рождения уже воспитывать. Так тоже касается им поведения на дороге. Если мы с детства будем прививать правильное поведение и правильные навыки, то в определенном возрасте вот это правильное поведение, оно перейдет в привычку ребенка. То есть он по-другому себя вести не будет. Это касается и пользования велосипедом, и теми же средствами идеальной мобильности. Ну, а если попытаться на каком-то другом этапе научить ребенка правильно себя вести, ну, надо разговаривать. Надо, может быть, на личном примере показать. Потому что, ну, даже если брать электросамокат, то у него тоже есть особенности управления, да, то есть... Но этому тоже надо учиться. Конечно, да, надо приобрететь определенный навык. То есть скорость у них все-таки не маленькая, 25 км в час, но это довольно серьезная скорость. И если говорить то, что мы передвигаемся по твердой поверхности, по асфальту, да, то при падении последствия могут быть тоже не сильно хорошие, даже если это не ДТП, а просто падение, опрокидание. Поэтому надо вот это все попытаться объяснить ребенку. Второе, вот это наш бич, это передвижение вдвоем, да, на этом самокате. Вдвоем, а бывает втроем. Видела сама. А также тоже это объяснить нужно, что это в первую очередь опасно, потому что опасность больше даже для пассажира, потому что если тот, кто ведет самокат, он, может быть, успеет загруппироваться в какой-то ситуации, то пассажир, скорее всего, нет и может сильно пострадать. Если себя обезопасить, можно ли и нужно ли это делать? Шлемы какие-то на коленники или здесь не предусмотрено? Конечно же, нет. Это рекомендация, это даже, конечно, носит рекомендательный характер, но тем не менее, вот если я вот когда-то все заходил на наш рынок, эти всякие самокаты, я изучил мировой опыт применения этих средств в мобильности и ответственность. В некоторых странах, где они уже давно, то есть там у них прямо обязанность использовать защитную экипировку, шлем там на коленники, на локотники, ну, это, опять же, говорю, то есть асфальт, это больно, то есть, ну, это просто надо понимать. По-вашему, законодательство еще должно каким-то образом пойти вперед относительно тех же средств индивидуальной мобильности, как и гаджетов, о которых мы говорили? Конечно, я больше скажу, что, в принципе, да, наверное, это можно даже на местном уровне попытаться решить, то есть, например, делать зоны успокоения, то есть, например, вот, ну, я про снижение скорости, да, потому что вот эти, ну, это мы говорим о самокатах, которые дают варенду, да, это сделать технически возможно, и это, если просто к этому вопросу подойти более широко, изучить весь наш город, где, ну, где больше пересечений пешеходов, самокатов, то надо эти зоны просто расширять. Самокат же, это по большей, по сути, вещь-то неплохая, да, то есть, у нас, тем более, город довольно красивый, в последнее время стал еще развиваться, это туристический кластер, да, то есть, если мы едем, мы можем любоваться красотами города, но это не обязательно делать на большой скорости, вот и все. Программа подходит к концу, если подытожить, основные советы по сохранению жизни и здоровья наших детей на дорогах? Ну, про перевозку пассажиров, наверное, уже сказано, пересказано, то есть, здесь это ответственность родителей, то есть, надо просто в себе пробудить вот ту вот нотку, да, что я везу ребенка, тогда, наверное, это пропустить через себя, что называется, да, тогда это будет работать. Если говорить о летнем периоде, и за городом, велосипеды, мопеды, ну, опять же, про ответственность я уже говорил, велосипеды, но тоже можно родителям мини-курс с ребенком провести, все-таки за зиму, если даже ребенок убил кататься, то немножко подзабыл, можно в игровой форме провести мини-курс, там какие-то конусы поставить, заменить, сделать навыки вождения, чтобы восстановил, но про мопеды я уже сказал, раньше 16 лет не стоит даже посмотреть в сторону такой техники. Спасибо огромное. Прислушайтесь, пожалуйста, к совету специалистов. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был заместитель начальника отдела управления ГИБДД в МВД России по Тверской области Павел Власов. Спасибо большое. Будьте здоровы и соблюдайте правила дорожного движения. Продолжение следует...